Добрые воспоминания Добрые воспоминания? Вы оптимист, да? Это как вспоминать последний день лета Радостные события Живописные пейзажи И все же свет тускнеет Становится тихо, как перед грозой Да, мы знакомы Мне знакомы это чувство Не сомневаюсь Это видно в ваших глазах Мы познакомились в армии Мы все были профессиональными спортсменами Нас называли Олимпийская пятерка А кто это справа? Ангус Митчелл Наш санинструктор на войне И врач Нью-Йорк Вориорс Это Спену приписал его к нашему взводу Эй, это же Крейг Спену Парень с рекламных плакатов Морли Да, именно он Наш капитан Он же был самым старшим из нас И звездой Нью-Йорк Вориорс Вы знаете, что он сирота? Да, но ему так нравился спорт, что он называл бейсбол своей семьей Это он приписал к нашему взводу Митчелла А слева кто? А, Виктор Зуковский, легкоатлет Вы наверняка о нем слышали А что насчет вас? Я как раз подписал контракт с Майлстоунс Я и одной игры сыграть не успел Но, говорили, меня ждет большое будущее Ну, так и случилось, грубо говоря Полицейский в больнице был явно счастлив Когда стал гордым обладателем автографа Железнорукого Тима Торпа Кто мог подумать, что я стану железноногим Тимом Торпом? А что случилось? Больше двух лет я сражался с нацистами Высоко в небе над Европой И ни разу не попадал в госпиталь Три года спустя я переходил дорогу Не посмотрев по сторонам И вот, взгляните Вот так вот, смотрите по сторонам Даже на пешеходном переходе Тем более на пешеходном переходе Потому что, умирая на пешеходном переходе Помню, ты был прав Дан уже боксировал? Да, уже был Я видел, как он дерется еще до нашего знакомства На ринге он был таким же скромным, как и в жизни Всегда отдавал инициативу сопернику Я помню, как он уклонялся от удара в самый последний момент И если не смотреть на ноги, можно было подумать, что он вообще не двигался А работа ног Чистый танец Почти музыку было слышно И эта музыка играла, пока его противник не выдыхался Потом раздавалась барабанная дробь, а за ней победа Дана нокаутом А что случилось с ними? Зуковский погиб в тот же день, когда ранили Дана Дана с почестями комиссовали И он вернулся домой Он перестал боксировать и открыл свой клуб Митчелл перевелся в полевой госпиталь Мы с Аспенову продолжили служить в том же подразделении Но все уже было не так Понимаете, что я имел в виду, говоря про последний день лета? Какой-то ты модный чувачок А после войны... А черт, да кому это интересно? Давай, давай Как сложилась жизнь Митчелла после войны? Митчелл? А кто его знает? Мы больше не общаемся Ничего, реально все такие мутные А что со Аспенову? Ну, вы видели билборды Он добился успеха Когда я был вынужден уйти Я подкинул ему несколько рекламных контрактов Именно так я и основал это агентство Но потом с ним что-то произошло Он стал замкнутым Потерял форму А потом постепенно и... Связь с реальностью Он отошел от общественной жизни И прервал нашу дружбу Я про него не слышал... Сколько? Года три И поверьте, я пытался с ним связаться Кажется, я недавно видел Митчелла Но не помню где Серьезно? Пожалуйста, постарайтесь вспомнить Я был бы рад что-нибудь о нем услышать Я попробую Как думаете, Спенуу может иметь какое-то отношение к смерти Дана? Спенуу? Да ни за что Они с Даном всегда были... Хотя Спенуу сильно изменился, так что трудно сказать Позвольте мне удвоить ваш гонорар Вы должны найти убийцу Дан, возможно, сохранил контакты с Митчеллом или Спенуу Или даже с обоими Но он никогда ничего мне не говорил Может, Соня что-то знает Сомневаюсь, но это не единственный вопрос, который я хочу ей задать Позволите? Прям при нем? Угу Опять-таки улики На крышу, что ли? Совсем дурочка, что ли? А, отлично Сейчас тебе еще слегка подтолкнуть и все Самоубийство Не надо Вы же знаете, тут опасно Вы когда-нибудь жалели о том, что появились на свет? Что? Время-тремя Иногда бывает Поддержать ракуор Первый раз это случилось сразу после переезда в Нью-Йорк Я ненавидела свою мать Это из-за нее мы переехали из-за города И запах свежескошенной травы Сменился на вонь грязного города и лекарств Ее лекарств Второй раз После того, как она умерла Я ненавидела себя за то, что прежде ненавидела ее Что недостаточно ее любила Порочный кулк Третий раз Когда отец закрылся в себе Я ненавидела его за это За то, что отвернулся А теперь ненавидишь, потому что ненавидишь, да? А теперь он мертв и я Угадайте, что? Вы ненавидите себя за то, что ненавидели его Да, но Это не самое страшное Проблема в том, что я не знаю, как жить без ненависти к нему Все, что я делала последние несколько лет Было сделано для того, чтобы оттолкнуть отца подальше Чтобы не стать такой, каким стал он Чтобы не совершить тех же ошибок Без него Я просто не знаю, кто я А вы не даете мне ненавидеть Бобби А ведь это могло бы мне помочь Бобби ель не виновен Он не заслуживает вашей ненависти Кого не дадите Какая разница Я просто должна кого-то обвинять Без этого кого-то Винить мне остается только себя Не, не надо меня ненавидеть Того, кто это сделал Обещаю Позвольте мне в этом сомниться Хотя Вы уже так далеко зашли Простите, что я не так благодарна вам, как вы того заслуживаете В любом случае, ненавидеть себя вам не стоит Нашел там то, что искал А что же он искал? Это я и собираюсь выяснить С вашей помощью Так, на самом деле Детская комната Фотография военных Давай то, что продал Ваш отец продал свою квартиру Новые владельцы въезжают через две недели Что? Мне очень жаль Я думаю, на вырученные деньги Он купил новое жилье для себя и Мэри Парнел Остальное объясняет письмо у вас в руках Жаль, что у меня не было возможности с ней поговорить Давай детскую комнату Я видел вашу старую детскую Это лишнее Перестаньте Или я начну ненавидеть вас Хе-хе-хе Проща А, просчеты Я думал Что за просчеты Счеты Я тоже люблю папарию Ага, ну да, плакат Он мне нравился только потому, что отец считал его слишком современным Я нашел в вашей комнате бейсбольную перчатку с автографом с пенел Я никогда ее не видела Отец, наверное, положил это Хотя я не припоминаю, чтобы у него была перчатка с автографом А с пенелом это же этот, да? Странно, что они с ним воевали Нет игрушек или напоминания о вашем детстве Только маленькая музыкальная шкатулка Эта шкатулка Пожалуй, с ней связаны мои последние светлые воспоминания Это было еще до того, как заболела мама, и мы перебрались сюда Я любила читать истории про пиратов И папа нарисовал мне карту сокровищ И обыскала весь дом под карта за подсказками И они привели меня к огромному дереву Где папа повисел в покрышку, чтобы качаться, как на качелях Нужное место было помечено крестом И я выкопала свое сокровище Мне нравилась музыка Нравилось балерине большое потайное отделение Опа А что тут? Какие же секреты я там хранила? Кажется, при мне вы впервые назвали отца папой Правда? Да Прислушал, что ты, по-моему, отчима вообще назвала Вначале Поэтому у меня что-то не сходилось Окунуться в финансы вас подвигли счеты Это самый полезный подарок за всю мою жизнь Наверное, дядя Тима Он часто говорил, что в наше время женщина должна уметь считать Мой отец не соглашался, но и не спорил с ним Люди считали его либералом из-за отношения к расовым вопросам Но дома все было иначе Ооо У вашего отца был прекрасный музыкальный вкус Значит, лучше, чем у меня в детстве Вот теперь вы поставили меня в неловкое положение Вы себе даже не представляете, как я этому рада Я нашел фотографию, сделанную в годы войны Олимпийская пятерка Вы встречались с кем-нибудь из них, кроме вашего отца и дяди? Ну, дядя Тима, вообще-то не мой родной дядя Нет Они с отцом были как братья Он говорил вам, что он спас ему жизнь Ммм, кто кого? Наверное, отец? Потому что... Ваш отец спас Торпа? Потому что с Торпом Они летели над Британией в трехместном истребителе Потому что я отец не мог со мной говорить и рассказывать про это Мой отец с вторым пилотом, а дядя сидел за пулеметом Они попали под обстрел Зуковский погиб, моего отца ранило Именно поэтому он больше никогда не боксировал Мой дядя выскочил из-за пулемета Добрался до штурвала и довел самолет до безопасного места Ох, когда-то отец рассказывал мне эту историю А теперь... Ммм Давай про Спенелл Вот это... Перчатка это... Что сказать мне о нем? Кажется, видела один раз, но... Я была совсем маленькой Кажется, дядя сделал из него звезду Но это было давно Вы когда-нибудь встречались с доктором Митчеллом? С Митчеллом? С ящером? Опа Ни разу Кстати Да нет, ничего Мне кажется, я его... В больнице мы его видели Вы замерзли? Немного Пожалуй, мне пора Что же? Спасибо за компанию О, май Ладно, мы промолчали, так промолчали Я знаю, что искал разгадку Но какую загадку мне нужно разгадать? Ящер, ящер в больнице Так, вот это может... Музыка... Пиской, пятеркой... Поставил печать... Ну, допустим... Может быть, дан снова воспользовался этим тайником Опачки... Вот, слоненок опять Готовися к тайм Никогда не пойму, почему детективы и преступники угрожают друг другу, когда дерутся в кино Это разбивает дыхание и концентрацию Я нажимал много-много раз Лично я предпочитаю, как она ведь... Ах Для последнего лопня Но ты же не закричал Че, не успел? Или это невозможно успеть? Тюк Ну, это муравьед Я думаю, у него рожа какая-то очень странная была Воу, матрица Недостоверный сценарий Сейчас свалится Когда бандит начинает с тобой болтать... По стеклу Понимаешь, что связался с новичком А если он не говорит, даже помоги, пожалуйста Ау Копочком-то упал Ну, живой, наверное, нет? Хе-хе Ну, мешки все-таки упал Блин, я не могу никак закончить серию А то тогда по полчаса бывает так вот невозможно остановить Да, папа ломался просто немножко Ничего серьезного Я потерял очередной из своих девяти жизней Больно-то как Много осталось Я в минус ушел Хе-хе-хе Он еще не проснулся? Нет Придется побыть здесь Каверный Семь букв Хитрый какой-нибудь Хитрый? Хитрый Не, да Я не успел посчитать Сейчас выяснится, что от него сардинами пахнет Хотя это муравьет, блин Опа Действительно Здравствуй, дружок пирожок Вот мы и встретились Ну и Порваны штаны Ну что он это завалил Я знаю Каверный семь букв Лукавый Что вы ищете? Ничего Он будет жить? Будет Так что же вы выяснили? Рэндал Ли Очевидно большой поклонник нашей пенитенциарной системы Судя по частоте визитов Кража, нападения, вымогательства Другие мелочи такого же рода Подельники есть? Всегда работает один Своих нанимателей не выдает никогда Если они есть Вы что-то обнаружили? Он тот, кто нам нужен У Лиги есть? Да Придется эту серию делить, короче Не так, подожди Где, подожди Порваны штаны И вон там вот Кажется мы знаем, кто порвал штаны, когда бежал за Мари Пернелл на крышу И с ножом опять же он Еще так лихо перемахнул Идиота кусок У него штаны порваны Я нашел волокна такой же ткани в клубе на лестнице Которая ведет на крышу, где мы нашли второе тело Логично, но Сколько пар порванных штанов расхаживают по Нью-Йорку Это не улика Ну и сардины Где, где, где Вонючка, я не знаю, муравьен несет сардинами, это так? Парень, который вломился в клуб и в квартиру Гдано, неровно дышит к сардинам Вы почувствовали, как у него несет изо рта? Ну да, по эту сторону Гудзона есть всего один любитель сардин Мне нужно что-то еще Да сейчас еще будет Мы наконец нашли Главная говнюка Если вот так Ну вот документы, подожди Я видел отпечатки таких же ботинок рядом с местами обоих убийств в клубе Если вы не расскажете мне, что ботинки выпускались ограниченной серией, мне потребуется что-то еще Так-то какой? Так Так Мэрия недавно была проник в клуб Дома Кдано Ну вот это и У одного из бандитов, которые напали на меня той ночью, была такая же вытянутая морда Мне жаль, но мы не можем обвинять кого бы то ни было на основании его биологического вида Что еще у вас есть? А что вам еще нужно? Я дал вам четыре улики И ни одна из них не является убедительной Он попытался сбросить меня с крыши Да, вы правы, извините Он тот, кто нам нужен Нет Это не он Определитесь уже Он просто марионетка За ниточки дергает кто-то другой Хм Это может быть ель Ну не видно, но что-то скрывает, наверное, да Он что-то скрывает, это точно Но я думаю, он этого не делал Кстати, его выписали Его палата пуста Да, его вчера выписали Он сейчас под стражей Настоящий спортсмен Восстановился стремительно Другой бы раз в десять дольше провалялся Как на собаке, да? Лучше ему быть в порядке Хе-хе-хе Вы знаете, что мне приказали отправить его под конвоем на бой в Мэдисон-сквер-гарден? Да, что-то слышал И что же вы слышали? Ну, о чем можем рассказать? Он дружит с губернатором Неужели? Впрочем, это не должно меня удивлять И ничего, что мы переедем Про это При этом чуваке разговариваем Живо Вы хороший Или плохой полицейский? Плохой Потому что он не хотел бить Хе-хе-хе-хе Сколько же в этом городе мусора? Хе-хе-хе Доброе утро, мистер Ли Я полагаю, вы знаете, что вам грозит обвинение в убийстве И что благодаря показаниям мистера Блэкседа и мисс Данн Ваше будущее выглядит довольно печально Катись к черту, псида Если я придушу тебя подушкой, никто и не узнает Ты уже должен был сдохнуть Блэксед, не вмешивайтесь Не забывайте, кто здесь полицейский Может быть, мы сможем предложить сделку Мы знаем, что кто-то нанял вас убить Джо Данна и Мэри Пернал Что скажете? Скажу, что вы блефуете Ничего у вас нет Друг конь О Вот так Заткнись Или я вас выгоню Если вы скажете нам, кто вас нанял Мы вам поможем И что вы можете мне предложить? Оставим в живых Жизнь ценная вещь, правда? Не обращайте на него внимания, мистер Лис СМСУД мы учинять не будем Но мы можем значительно скостить срок Для начала неплохо, но этого мало Я хочу в программу защиты свидетелей Новый город, новая работа, новая личность И чистое полицейское досье Только тогда я заговорю А пока Мне круглосуточно нужна полицейская охрана Боюсь, что... Ох! Хорошая охрана тебе нужна Я чуть-чуть буквально не успел нажать Боюсь, что.. Ох! 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 ты сам не справишься блин а чё ты мне ниже тогда показываешь чё попал и россия снайпер а либо он убежал и стекла целы главное к счастью рана смирнова оказалась не такой серьезный как у рэндала несчастье на ближайших крышах полиция ничего не нашла наш лучший шанс найти убийцу испарился я вернулся к другим зацеп там уже горит горит как же охренительно слушать она просто ну а которого мы заслужили за все эти года надо комиксы будет почитать реально потом это было еще до того как заболела мама и мы перебрались сюда я любил истории про пиратов и папа нарисовал мне карту сокровищ и обыскала весь дом подсказка за подсказкой и они привели меня к огромному дереву где папа повесил покрышку чтобы качаться как на качелях ты же не будешь ли прям ломать с другой стороны посмотри на внизу просто на этом сейчас вы сломали палец не смогли это сделать да но пачки я по сторонам смотрел алло дом смирновых дети потише можно дано убили за то что он разворошил осиное гнездо и ты признался в своем преступлении дети тише он вел расследование среди спортсменов в их числе были эллен мур и олс тоун заметки даны не совсем понятны и я не знаю что он искал но я бы сказал что речь идет о крупной коррупционной схеме если так то эти улики могут быть опасны принесите как можно скорее конечно но сначала я закончу одно важное дело вот так вот я хотел сам проверить одну зацепку прежде чем смирнов что-то увидит если верить записям дано он виделся с крэйгом спину закусочная сэна за четыре дня до смерти убирайся отсюда тряпка не могу бы наплевать на мэри у меня есть несколько вопросов а у меня может быть нет ответов для такой тряпки выбить из него информацию было бы пожалуй проще но я решил довериться универсальной истине каждый в чем-то да вино вы же не знаете кто я верно не знаю и мне плевать ну и кто ты по правам потребителей о санитарный инспектор я джон блэкмар санитарный инспектор ну да ладно вокруг столько уродов приходится построже понимаете а то мэри даже обед за мой счет я не хочу подвергивать вас нас только после того как ответите на мои вопросы само собой слушаю вас как скажете всегда к вашим услугам как запел спрашиваете страх сбил с него спесь и заставил говорить данный в премь был здесь пару дней назад с шимпанзе который по описанию был похож на спину судя по всему парень все еще жил с отцом дан говорю что тот не мог там оставаться больше не дня и временно жил куда на погодите-ка а какое дело санитарный шимпанзе шимпанзе скончался от пищевого отравления но уже даже не тем хуже для вас это сильно еще куча улик дайте мне уже остановиться пожалуйста почему-то так мало пауза пожить у себя хотелось думать что когда рендал ли влонился в квартиру спину сбежал туда где жил раньше но где же дайте я закончу пожалуйста бейсболу называл да олимпийская пятерка нет а с каким отцом он жил попался на кладбище с отцом с отцом в смысле со святым отцом или у живых есть богатые и бедные районы у мертвых тоже в середине 19 века гринвуд стал местом последнего пристанища для самых выдающихся жителей города мыслители ученые писатели изобретатели артисты бизнесмены политики полицейские воры сутенеры и убийцы не насадись только на этом на кольях здесь покоится тела тех чей бездушный разум создал нью-йорк с нуля теперь вы знаете как добиться успеха в большом яблоке ну же все хватит хватит пожалуйста мне так на 2 полноценных серии нарезать можно это все ха-ха-ха-ха ха-ха-ха то что делаешь вот 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 я вижу сейчас геймплей начнется надо будет ходить аллилуйя лайкайте давайте быстро вот зайдем так чисто поражем что-нибудь изменилось сильно Романтичный Принципиальный Чуть больше прагматичный, чем принципиальный Но в целом да Осторожный достаточно Черствый Нет, тут чуткий больше Смышленый, ловкий Интересно, как смышленый Делается Если я чаще в диагологах Угадываю Или это тоже играет роль Когда я эти улики сопоставляю Молчаливый 3,5% Зато очень ловкий Все же джунгли меня зовут Все, лайкайте, комментируйте Подписывайтесь, с вами был Алик Строган Всем пока